В Барнауле задержали банду автоподставщиков. Какой ущерб аферисты могли нанести страховым компаниям? На прямую линию губернатора Алтайского края поступило уже несколько тысяч обращений, что больше всего волнует жителей региона. Они уже не верили, что заедут в свои квартиры. В Барнауле один из долгостроев ввели в эксплуатацию. В Барнауле задержали троих жителей города, которых подозревают в мошенничестве с автостраховками. Правоохранители установили, что задержанные заранее приобрели автомобили, с помощью которых инициировали дорожно-транспортные происшествия. После ДТП они предоставляли в страховой компании документы о происшествиях и получали выплаты. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. У них сотрудники полиции изъяли транспортное средство, предположительно используемое для реализации криминальной схемы, сотовые телефоны, флеш-накопители, документы и пневматический пистолет. На данный момент известно о пяти эпизодах с автоподставами. Ущерб страховых компаний составил полтора миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье мошенничества. Полицейские устанавливают возможных соучастников противоправных действий, а также вероятность причастности уже задержанных к совершению аналогичных преступлений. К другим темам. Несколько тысяч обращений уже поступило на прямую линию с губернатором. Основные вопросы от жителей края по традиции касаются медицины, в том числе дефицита медицинских работников, ремонта дорог, проблем сферы ЖКХ, газификации. По некоторым вопросам проблемы уже решаются. В частности, это касается затягивания процесса установки аппарата МРТ за 168 миллионов рублей в Рубцовской больнице номер 2. Губернатор в своем телеграм-канале отметил, что на многие вопросы он ответит во время эфира, остальные будут решаться краевыми органами власти и различными службами. Сбор вопросов продолжается. Номер телефона на вашем экране. Сама прямая линия пройдет уже завтра. В Барнауле один из долгостроев наконец-то ввели в эксплуатацию. Речь идет о многоквартирном доме на Петросухова, 34. Первый этап строительно-монтажных работ завершен. Почти 100 дольщиков получили ключи от долгожданных квартир. Одна из семей пригласила нашу съемочную группу на пока еще не официальное новоселье. Почти два года переживаний, можно сказать, закончены. Во время ожидания ввода дома в эксплуатацию семья Печенкиных жила в однокомнатной квартире. За это время маленький Дима подрос и уже очень ждет свою новую комнату. Это наша детская комната. Здесь будет у окна светлая рабочая зона. Здесь может быть шведская стенка, может быть зона игрушек. Еще пока не определились. Порядка 100 участников долевого строительства на Петросухова, 34, уже получили ключи от своих квартир. В ближайшее время планируется полностью завершить процесс приема передачи. Этот дом один из последних, в строительстве которого еще не используют эскроу-счета. В ситуацию с долгостроем пришлось вмешаться администрации Барнаула. Сегодня жильцы уже принялись за ремонт, а он масштабный. Кроме того, говорит наша героиня, если бы дом был сдан в обещанном 22-м году, то на благоустройство квартиры пришлось потратить бы в разы меньше. Сейчас цены другие. Мы не могли даже как-то, ну, использовать эти деньги, да, допустим, куда-то вложить, чтобы, ну, что-то купить, чтобы потом что-то продать, чтобы они не обесценились. И вот раньше мы могли бы, конечно, без мебели, конечно, там не шикарный какой-то дизайнерский ремонт, но простой ремонт могли бы сделать на эту сумму. А сейчас нам, ну, дай бог, вот на первоначальное хватит. Сейчас собственники квартир осматривают свое жилье. Если дефектов нет, подписывают акт приема передачи. Добавим, в рамках завершения второго этапа строительства, возведения подземного паркинга, строительная компания должна сформировать дорожную карту и предоставить ее дольщикам. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Более тысячи единиц техники работают на дорогах Алтайского края для бесперебойного движения транспорта. На случай перепадов температур заготовлено более 80 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин. Также он добавил, что в регионе создан запас зимних видов горюче-смазочных материалов. Таким образом, дороги и дорожная техника края к зиме готовы. Ситуацию на трассах региона круглосуточно мониторят с помощью видеокамер и метеостанций. Данные от них поступают в диспетчерские службы в реальном времени. Работу техники отслеживают системы ГЛОНАСС. На случай чрезвычайных ситуаций и ограничения движения организовано взаимодействие с диспетчерами и другими службами для оперативного реагирования. А теплоэнергетический комплекс края не смог подтвердить свою абсолютную готовность к зиме. Топчиха и Славгород так и не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Зато 67 муниципалитетов, которым были замечания у Ростехнадзора, успешно подтвердили свою готовность. По информации Минстроя, Алтайский край стал вторым среди субъектов Сибири по подготовке районов и населенных пунктов к зиме. Для сравнения, в прошлом году мы были на третьем месте. Возможно, улучшили позицию Олейска и Яровое, получившие паспорта впервые за много лет. Часть жителей Новоалтайска остались отрезаны от Бурнаула. Причина – отмена работы маршрутки номер 134. И теперь людям трех микрорайонов Божова, Рассвет и Укладочный приходится вставать в 4 утра, чтобы пройти пешком 6 остановок и добраться до микрорайона, откуда ходят другие междугородние маршрутки. Подчеркнем о проблеме, известно о Минтрансу края. Ведомство находится в поиске перевозчика. Объявлен конкурс на маршрут. Сбор документов идет до 2 декабря. За рыбаками наблюдают скоптеров. Ради их же блага, рейд с применением беспилотной авиации прошел над Обью. Спасатели еще раз напомнили барнаульцам о правилах поведения на замерзающих водоемах. Какая толщина льда считается прочной, безопасна ли ранняя зимняя рыбалка. Подробности смотрите в сюжете Марии Костылевой. Спасатели замеряют лед в Обью. На сегодняшний день это около 15 сантиметров. При такой толщине льда и не сильно большой минусовой температуре количество рыбаков на льду не должно превышать 9 человек. И это на 100 квадратных метров. Кроме того, на ранних этапах замерзания толщины льда лучше определить уж точно не на глаз. Менее 10 сантиметров лед. Он достаточно опасен. Возможно, под снежным покровом, под промоями, которые днем у нас плюсовые температуры, вода стекает, могут образоваться полыньи. Лед еще недостаточно сформировался. Он только сформировался на закрытых водоемах, закрытых протоках, в которых нет течения. Для более точного мониторинга на реке работает беспилотная авиасистема – коптер в подмогу спасателям. Можно легко обнаружить рыбацкие палатки у берегов водоема и увидеть, сколько желающих порыбачить на льду. Такая работа проводится на регулярной основе. Обязательно объезжаем все возможные места массового выхода рыбаков, фиксируем эти места, если такие у нас подтверждаются. Соответственно, оформляем их и ставим на контроль. В дальнейшем уже берем на контроль до самого разрушения льда. Единая цель подобных рейдов – предотвратить трагедии, которые связаны с провалом людей под лед. В этот день спасатели еще раз напомнили любителям подледного лова о самых простых, но жизненно важных правилах. Называй это тонкий лед. У него уже не тонкий, уже 12 сантиметров. Где-то да, так и нет. Выходите на лед, выходите с самого первого льда? Нет. Нет? То есть более или менее, когда 10 сантиметров установится, тогда выходите? Да, конечно. В свою очередь спасатели отмечают, даже несмотря на наступление зимних холодов, лед еще не окреп, и выход на водоем может закончиться весьма трагично. Мария Костолева, День с толком. Депрессия в подростковом возрасте не миф, а реальность сегодняшнего времени. За последние 20 лет количество депрессивных расстройств у 13-14-летних детей выросла в два раза. Это мировая статистика. Депрессии ведут к анорексии, наркомании, алкоголизму, суициду. Эту тему сегодня обсуждали в Барнауле. Модное увлечение вейпами – путь не только к тяжелым болезням, но и к депрессиям. Подростки любым способом находят возможность попарить или выкурить электронную сигарету. Мало того, рассказывают эксперты, иногда сами родители, чтобы раздраженного ребенка якобы успокоить, покупают вейпы. Но такое поведение подростка уже может быть свидетельством зависимости. У синтетического никотина такой термин существует в наркологической практике, как степень наркогенности, то есть как быстро вещество вызывает зависимость. В какой-то степени сравним с таким наркотиком, как героин. Лечение может оказаться очень длительным. Собственно, любая депрессия, возникшая из-за буллинга в школе или неблагоприятной обстановки в семье, быстро не излечивается. Примерно 20% пациентов с депрессией совершают суицид, завершенный суицид, и это, конечно, основная трагедия. Евгений Счастный уверен, что при неблагоприятной обстановке в семье вовремя выявить психологические проблемы подростка могут школьные психологи. Именно им он отводит важную роль. Уходы с уроков, агрессия, раздражительность или наоборот, замкнутость подростка и постоянные слезы должны насторожить, и родителей в том числе. Это всегда повод обратиться к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на излечение. Чуть ли не два раза в неделю встречаемся с этим подростком и активно работаем с его протестом принять вот этих социальных триггеров, скажем тогда, в положительном смысле. То есть он должен принимать эти ресурсы, чтобы себя вытащить, чтобы мы не сразу ушли в эти антидепрессанты, которые не всегда бывают, к сожалению, эффективны. И тут понятно, биохимия, она как бы должна быть нарушена, чтобы препарат вообще заработал. То есть тут никаких волшебных таблеток нет. Конечно, все вот эти вещи мы обязательно проговариваем с нашим пациентом, подростком, чтобы он, придя, не был уверен, что вот сейчас ему выпишут эту волшебную таблетку, и все изменится. Мы, конечно, говорим о том, что это твое проактивное поведение. Либо ты выползаешь, либо ты уходишь с нами в таблетки на долгое время. Психиатры говорят, вытащить ребенка из депрессии, не дать скатиться в алкоголизм и наркоманию, предотвратить суицидальные наклонности можно лишь, если за это возьмутся все заинтересованные врачи, родители, школьные психологи. Собственно, ради этого и проводят подобные конференции. Пока статистику нельзя назвать положительной. К примеру, тот же показатель зарегистрированного количества подростков и детей, которые употребляют наркотические средства в Алтайском крае на 18% выше общероссийского. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Паузский тракт оказался перекрыт в обе стороны накануне вечера, все из-за большой любви. Как пишут в социальных сетях, несколько парней решили именно в этой точке Барнаула сделать предложение руки и сердца своим возлюбленным. В кинематографически красивом мероприятии вынуждено поучаствовали и несколько десятков автомобилистов, вставшие в пробку на обе стороны. На кадрах, которые попали в соцсети, видно, как один из парней с букетом красных роз идет к девушке. Чем закончилось предложение, оказалось за кадром. Зато ответ ГИБДД уже известен. В госавтоинспекции не прониклись с трепетным моментом и признали факт нарушения правил дорожного движения. Информация передана в дежурную часть МВД по Барнаулу. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего. 35 социальных учреждений Алтайского края приняли участие в фестивале ярмарки «Фокуси. Семья». Уже восьмой раз мероприятие объединяет семьи с детьми, студентов вузов, семьи участников СВО, чтобы повысить осведомленность о том, как проходит воспитание и развитие ребенка в раннем возрасте, как предотвратить сиротство и социальное неблагополучие, какие есть комплексы для активного долголетия. На ярмарке побывала и наша съемочная группа. Когда мы слышим слово «ярмарка», то представляем себе торговлю товарами или различными вещами. Однако есть такие, где продают, а точнее дарят эмоции и знания. Речь идет о фестивале-ярмарке «Фокуси. Семья». Она проводится уже восьмой раз. И в этом году участие принимает 35 различных социальных организаций. Они приехали с разных уголков региона, чтобы помочь семьям решить насущие проблемы. Начиная от воспитания новорожденного ребенка, заканчивая секретом активного долголетия. Все, кто так или иначе работает с разными категориями семей, сегодня демонстрируют свои умения, свои методики, практики, что они могут предложить семьям для того, чтобы наладить в семье отношения, для того, чтобы помочь пережить утрату близкого человека или горя. Это для нас сейчас очень актуально в период специальной военной операции. Для того, как проводить совместный досуг детям с родителями. Этот фестиваль нам действительно позволяет найти самые правильные инструменты для работы с семьей. Вот для примера одна из самых популярных площадок «Старший возраст – десерт жизни». Здесь пожилые люди узнают секрет активного долголетия. Специалисты из комплексного центра Угловского района делятся своим опытом и специальной методикой, состоящей из небольшого комплекса дыхательной гимнастики. Упражнения – это просто они являются общим укрепляющими, они улучшают обмен веществ, улучшают работу внутренних органов, всего-всего. И опять же, видите, пожилой возраст 65 плюс, есть много показаний по здоровью, да? И поэтому другие упражнения, например, на другие группы мышц иногда затруднены, а здесь их нет. В этом его большой плюс вот этого комплекса дыхательных упражнений. Добавим, фестиваль в фокусе «Семья» приурочен к празднованию Дня матери и Всемирного дня ребенка и организован Министерством социальной защиты при поддержке правительства региона. А лучшие социальные практики, методики по итогу фестиваля-ярмарки будут отобраны на всероссийский конкурс, чтобы уже на всю страну показать свои разработки. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. Баскетболисты Барнаула на домашнем паркете уступили темпу из ревды 65-83. До большого перерыва зрители видели равную игру, а во второй части игры гости показали свое превосходство и добыли победу. Как это было, расскажет Дмитрий Дроздов. К игре против фаворита Суперлиги Тэмсумс баскетболисты Барнаула подходили максимально сконцентрировано. С первых секунд подопечные Александра Герасимова навязывали свою игру. Выиграв первую партию 19-18, все вроде бы шло неплохо. Но вернувшись с паркета после минутного перерыва, гости зажглись и вскоре сравняли счет. Следующие четверти были за гостями из ревды 14-11 и 24-15. Добавили в защите, стали правильно двигать мяч, давать вовнутрь и за счет этого, я считаю, мы победили. Ключевой момент в игре случился в последней четверти. В Барнаул пытался играть ближе к кольцу соперника, а гости наоборот выдавливали защитниками нашу команду. Как итог, тактика темпа сработала и победа гостей в 83-65. Самое неприятное, это то, что эту игру отдали без борьбы. Я считаю, что мы вообще не боролись. Стыдно, когда приходят болельщики, выкладываться не на все 200%. Игру можно по всем факторам комментировать. Это было очень долго, много моментов неприятных, много... Как бы ничего положительного не было в этой игре. Темп продолжает лидировать в турнирной таблице, а Барнаул расположился на восьмой строчке. Следующую игру алтайская дружина проведет также дома 28 ноября. Соперником будет баскетбольный клуб «Купол Родники». Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Валар». Если у вас есть интересные, актуальные темы, звоните нам по телефону редакции 205-545. А у меня на этом все. До встречи в эфире. Продолжение следует...